Магнитола и пару колонок Герой нашего сюжета Андрей Березкин является неоднократным чемпионом по автозвуку. Энергичный и неутомимый автолюбитель, который вкладывает душу в звуковое оформление своего автомобиля. Андрей рассказал историю своего необычного хобби, которое переросло в предмет его гордости. В 12 лет я увидел первую машину, которая была напичкана с динамиками, но она еще была не настолько крута, как сейчас. В 16 лет я познакомился с друзьями, которые уже готовили машину по серьезней классам. Это уже было все более раскручено. Я тоже очень этого всего хотел. И потом в 18 лет я сходил в армию, пришел, родители помогли купить мне вот этот автомобиль. И с тех пор я начал собирать свою систему. Первую систему и вторую мне собирали ребята в студии «Автозвук Медведь». На первую систему я выступил пять раз. Все пять призовых мест я занял. Там три первых, два вторых. Вторую систему я собрал, я только на одних выиграл в соревнованиях. Это автобезумие, самые топовые события в сезоне. Потом я все разобрал и решил собрать уже все своими руками и максимально серьезный проект. Участие принимали друзья, очень много мне в этом помогали. Папа очень много вложил сюда, конечно, труда. Сварил мне каркас, который там стоит, чтобы не рвало машину и так далее. Немного о начинке самого автомобиля. Изначально он собирался в класс Extreme Pro на замер фронта. Было установлено 10 пар 8-дюймовых и 4 высокочастотных динамика. Но чтобы попасть на другой финал России, пришлось изготовить дверные обшивки под пять пар 8-дюймовых динамиков и две пары драйверов, какие вы видите сейчас. В машине сварен каркас. Под оформление сабвуферного звена установлено два 15-дюймовых сабвуфера номинальной мощностью 5 кВт каждый. Сейчас на них стоит один 7-киловаттный усилитель. В дальнейшем планируется поставить по 8 кВт на каждый сабвуфер. На 10 пар 8-дюймовых динамиков установлен широкополосный моноблок Pride FR-7000 на 2, а на высокочастотные динамики усилитель Pride FR-300 на 2. Также стоит 6 секций литий-титаната, суммарно 240 Ач. Генератор повышенной мощности 320 А, проложено более 100 метров проводов. Суммарно мощность в системе составляет 22 кВт. Железо, в общем, очень много решает. То есть, качество динамиков – это динамики соревновательного уровня, которые стоят очень дорого. Сейчас машине три года, и она выглядит максимально жестко, усиленно и показывает высокий результат. Все три года в призовых местах, но только в 2020-м удалось попасть на два чемпионата России. В этом сезоне я проехал пять этапов, так как с пандемией у нас соревнований очень много отменили. Я проехал три призовых места. На чемпионат России попал в этом году первый раз из трех лет. Занял первое место чемпиона России в классе «Фронт Экстрим Про». В воскресенье мы поехали уже в Москву на аэродром Ичкова на формат «Рашн Бас Рестарт», и там заняли третье место. Оно удалось, конечно, очень тяжело. Мы стали бронзовыми призерами. Без потерь, конечно, не обошлось. Сожгли несколько динамиков. Но судьи добрые дали нам перезамер. Мы все это быстренько и кооперативно поменяли. И, в общем, стали бронзовыми призерами. За этот сезон всего пять этапов. Получается три первых места с учетом чемпионата России. Два третьих места с бронзовым призером России. По ночам в жилых кварталах можно услышать громкую музыку. Так некоторые молодые люди пытаются обратить на себя внимание слабого пола. Но это не про Андрея. Его цель – показать себя на соревнованиях. Это намного круче. Все-таки есть какой-то такой небольшой стимул перед девчонками покривляться, что машина с таким звуком или какие-то другие? Ну, как бы такого нет. Есть, конечно, желание, когда приезжаешь на соревнования, на площадке, послушать музыку просто до замеров. Показать, как твоя машина играет, посажать людей, то есть повключать им, чтобы сделать хайр-трики, это когда волосы от звука поднимаются. Ну, вот. Ну, есть... А девчонки обращают внимание? Ну, все обращают внимание. И взрослые люди обращают внимание. Но в городе я стараюсь особо громко не включать, так как многим нравится, многим не нравится. В общем, поэтому... Я даже настроить машину раз не могу, потому что это очень громко, и через секунд 40 ко мне приходят, просят выключить музыку. Конечно, такие рассказы впечатляют, и очень хочется испытать силу звука на себе. Ну что, испытаем чудо-звук в деле? Да, уж после такого звука волосы придется очень долго распутывать. Автомобиль выдает 158 дБ. На расстоянии нескольких метров ощущается вибрация. Что уж говорить о том, когда ты находишься внутри машины. Для сравнения, отбойный молоток гремит на 120 дБ. Уровень шума в кузнечном цехе – 110. Опасный для здоровья уровень составляет 130 дБ. Андрей готов к дальнейшим свершениям и уверен, что его путешествие по соревнованиям только начинается. Тем более, что озвучено оно на высшем уровне. В планах, конечно, идти дальше, сделать машину более громче. Сейчас у нас еще идет формирование своей команды. Мы будем с ребятами, хотим сделать 4 громких машины. И в следующем году в планах проехать максимально по всей России и показать высокие результаты. Так, в целом, есть. Конечно, надо очень много доработок внести и усилители поменять, потому что мощности не хватает. Аккумуляторов немного добавить и так далее. А есть, например, молодые ребята, за советом приходят, подскажи, как, чего сделать, чтобы было так же круто в машине? Очень много любителей, очень много просят. Некоторые просят, чтобы сделать такую машину. Но только не прям такую, конечно. Там каждый по своему бюджету собирается. Так много, конечно, ребят просят все это сделать. Желающих очень много. Сейчас это очень сильно все раскрутилось. И сейчас вот хотим попробовать, может быть, студию свою запустить, чтобы строить многим желающим такие машины громкие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!